В Санкт-Петербурге престольный праздник встретила община храма святителя и исповедника Луки воина Есенецкого. Приход поставил свои задачи сделать подвиг святителя известным, живым и актуальным. История храма святителя Луки началась 12 лет назад со строительства маленькой деревянной часовни. Прихожане ласково называют церковь духовным островком. К практической цели дать людям возможность ходить в храм как можно ближе к дому присоединилась ревность о прославлении великого русского святого, подвиг которого необходим в современном мире, говорит игумен Силуан Туманов, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла Впарглова и настоятель храма святителя и исповедника Луки воина Есенецкого. Не случайно храм крымского святителя появился на территории городской больницы номер 2, которая выделила приходу землю. Это наполнено духовным смыслом. Святитель Лука, претерпевший при жизни множество гонений, но не оставивший ни служения Богу, ни служения людям, является небесным покровителем всех православных врачей России. Я искренне и молитвенно желаю всем вам предстательства святителя Христова Луки. А что значит предстательство? Это значит, что он предстоит перед Богом и молится за каждого из нас. И в этом великая сила успения во святых. Когда человек умирает во Христе и переходит из этой жизни, то он переходит из этой жизни не в забвение, не в ад. Он переходит в Царство Небесное. Он начинает... он становится иным. Он уходит из этой жизни, но не перестает иметь любовь и попечение к тем, кто молитвенно обращается к нему. Прихожане храма как большая семья. И престольный праздник для них – это настоящий семейный праздник. Даже в самые сложные времена вера укрепляет их и в радости, и в печали, в болезни и здравии. Все, что нам дает Господь – дух, душу, тело, здоровье, болезнь – все, что у нас есть, мы должны сделать орудием любви к Богу и людям. Все необходимо преобразить в своей жизни, чтобы оно служило на пользу и нам, и всем тем, кто общается с нами, чтобы они могли с чистой совестью повторить слова Евангелия, которые сегодня читалось, так да просветится свет ваш перед людьми, чтобы, видя ваши добрые дела, люди прославляли Отца нашего, который на небесах с праздником. Продолжение следует...